ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы что, не пускали? А? А, вы зарегистрировались? Да. Алло. Я вас задерживать не могу. А, паскор? Ну, там же есть фотография. Мне паскор нужен. Зачем? Извините, пожалуйста. Так предусмотрено, я придумал. Нигде не предусмотрено, но вам покажу. О, спасибо. Нигде не предусмотрено. У меня посвящение не со вчерашнего дня. Документы устанавливаются и гражданство. А личность эта тоже устанавливается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любимый город Одессы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идём, идём. Не, вот здесь вещи остатки. Воксерить будем? Ну... Там денег нету? Есть, но мало. Очень мало. Да. Я обычно карточкой расплачиваюсь. Хочешь зарегистрироваться? Вопрос. А вы что, перерыв не делаете? Отдохнуть не хотите? Так мы тебя сейчас зарегистрируем? Нет, людей. А мы не будем открывать участок? Нет. Что? Один вопрос. Я не подписала все наклейки на эти самые дела? Или мне продолжат писать в комедии? Или быстро заполнили? Заполнили. Наклейки, а потом протоколы. Да, потом протоколы. Стрим. Что? Где там? Пресса. Алло, ты зарегистрировался? Ты зарегистрировался? Да. А у тебя есть Лёшин телефон? Да. Всё, давай, пока. Молодой человек. Пожалуйста, в 8 часов все регистрации закончились. В связи с тем, что это скрывать хотите? Как можно журналистов, общественность выгонять это с участка? Ну, тогда зачем выгонять? В смысле? В 8 часов закрыты двери для избирателей. Там это так написано, что после 8 часов прекращается это вот. Ну, я не знаю, при чем здесь круглый нос? Законом не предусмотрено никакого запрета для того, чтобы я находился, либо прибывал, либо еще что-то. Вы посторонний человек. Почему? Вы уже записали, зачем? Ну, что вам нужно? Не хочу вам показать. Ну, не хотите? То есть тогда… Ознакомьтесь. Вы хотите ознакомиться? Ознакомьтесь. У меня просто… В Малиновском суде у меня отобрали посвященно. Я не хочу. Он уже записал. Вас не записывали. Можете записать? Нет. Будьте добры, покиньте помещение. Давайте так. Вы вызовите милицию. Если она посчитает, что я нарушаю какой-либо порядок, то я согласен нести ответственность в соответствии с законодательством. Пожалуйста. Я могу вот в тот уголок подтистать и буду там фиксировать. Вы придете, пожалуйста, туда и фиксировать вы будете за дверью. Почему? В 8 часов все регистрации закончились. Ну, хорошо. А какая регистрация? Вас. Вы посторонний человек сейчас? Давайте так. По-моему, вас посторонний. Есть законодательство. Если вы мне аргументируете, ссылаясь на четкие нормы закона, я это слушаю. Если лично ваше мнение, оно мне не сильно интересно. Покиньте, пожалуйста, помещение. Почему я должен этого делать? Потому что вы посторонний человек на данном участке. Я журналист. Вы посторонний человек. И мне открыто. Вы все журналисты зарегистрированы? Регистрируйте. Я что? Где это написано? Давайте определим, где это написано. Я законопослушный гражданин. Если вы мне... Это ваше личное мнение. Я вам показал свое удостоверение? Я его не говорить не хочу. Ну как? Не знаю. Вот у меня посвящение журналиста. Вот, на камеру показывает. И вам показывает. Ну точно, пожалуйста. Куда пройдите? Сейчас я иду. Вы уже записывать не будете? Ну я вам больше не нужен. Вы записали. Ну вы же сказали подождать. Вы же что-то узнаете, позвоните кому-то. Правильно? Да. Камер не включается. Почему? Потому что вы не зарегистрировали. Потому что вы не зарегистрировали. Ссылайтесь давайте на нормы действующего законодательства. Да. Зарегистрированы, не зарегистрированы. Так. Спасибо. 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 Что ж он был закрытый? Значит я просотился через скважину. Покажите через скважину его просотились. Что будем провести? Пронесли. Проведём служебное расстройство. Заведомо ложное преступное приказы выполнять не надо. Правильно? Вызывайте милицию, пусть меня милиция выглубитит А вы согласны хорошо, если наблюдатели принят решение, что вы должны покинуть? Закон не предусматривает, нет такого, что наблюдатели либо члены комиссии могут решить, присутствовать или не присутствовать После присутствия не имеют права голосовать, приходить избиратель Закрытие, после 8 часов не могут избиратели приходить на участок, закрывается и все Для избирателей, а не для кого-либо другого Я предоставил, сами записывают То есть избирателей нет, а любой другой человек может зайти и смотреть на выборы, да? Я не знаю человек или нет, но наблюдатель, представитель, журналист имеют права Есть, и паспорт я показал, паспорт я показал, посвящение журналиста После 8 часов не видно, что вы регистрируете? Покажи, просто покажи мне закон этот, на который ты сейчас ссылаешь А все, что не запрещено, то разрешено, все Я не срываю, считайте Считайте, я вам никак не мешаю Зарегистрируйте Что значит, вызовите милицию Вызывайте Ну потому что я отказываюсь выйти А как я за что? Я не знаю, как вы зашли Объясните мне, как вы зашли Значит, давайте по-другому Еще раз Вы мне запрещаете находиться Посмотрите Так, что? СМИ Вы понимаете, две трети от состава комиссии О чем? Что СМИ? Препятствие проведения заседания комиссии Ну, а я чем вам препятствую? Заседайте Мы считаем, что вы препятствуете Это вы считаете Заседайте Вы мне запрещаете Пожалуйста, выйдите Вы мне запрещаете находиться здесь Я не слышу Но вы меня просите Если вы просите, я имею право согласиться либо отказаться Я прошу вас выйти, пожалуйста Я отказываюсь А если вы запрещаете мне Это другое дело Скажите, я запрещаю Ну, как это незаконно? Ну, так Вы зашли после 8 часов Ну, как можно законно или незаконно войти? Вот так Алло, добрый день Меня зовут Жариков Алексей Владимирович Я являюсь журналистом газеты «Любимый город Одесса» Я сейчас нахожусь на выборах избирательной дельницы 511-312 Это пионерская 9 Пионерская 9 Мне здесь 511-312 И мне препятствуют моей профессиональной деятельности И настаивают о том, чтобы я покинул помещение Сложность Работайте дальше Сложность в том, что если вы пришли Вам показали 5 минут только что Если больше двух третей, что? О чем? О том, что если больше двух третей, комитет Если не перебивайте меня Я вас не перебивал Против то вашего нахождения здесь Будьте добры, покиньте Там такого не написано Прочите всю Фиксировать Освещать деятельность Гласную, публичную, открытую А что не пришли вы вовремя? Я вовремя пришел Я вовремя пришел Молодой человек Да Защита Ну, во-первых, это не закон Это в XRX Вот закон Вот закон Держит девушку Что там написано? Ну, книжка, которую написано на каким-то издательстве В случае препятствования представителям СМИ Против заседания комиссии грубого нарушения порядка Может мотивировать Я вам никак не препятствую Занимайтесь Мы считаем, что вы мешаете Так это вы считаете Занимайтесь Вы слышите? Занимайтесь Комиссия считает Вы мне не говорите, что делать Они будут куда идти Аргументируйте Чем я вам мешаю? Еще раз говорю Комиссия считает Что вы мешаете Наблюдатели Значит За то, чтобы молодого человека Вы проводили за дверь Ну, если все куплены Да Опустите руки Кто против? Ни одного Молодчик, покиньте помещение Я уже вызвал милицию Я уже вызвал Я не могу покинуть это место Я вам не мешаю Не мешаю Не мешаю Не мешаю Не мешаю Проводить видеосъемку С какой целью? Пропокиньте помещение, пожалуйста Значит Препятствуем журналистской деятельности Это уголовно наказуемое деяние У вас Статья 171 Я ничего еще не нашел Я еще ничего не нашел Вы нарушили Вы нарушили Вы нарушили Вы должны были прийти за 5 минут До окончания Во сколько я пришел? Вы пришли в 8.08 Кто вам такое сказал? Я видел на часы Я А почему Взяли у меня паспорт Подсвечный Стали регистрировать А потом Вы отошли в сторону Пообщались А потом решили Не надо меня регистрировать Кто в сторону не отходил? Он такой же член комиссии Как и я Минуточку Было такое? Вы можете заниматься работой А не Почему вы все на меня акцентируете внимание? Пожалуйста Покиньте помещение В чем сложно? Я не посторонний Я гражданин Украины Пожалуйста Покиньте помещение Вы что-то собираетесь скрыть? Скажите Лично от вас? Да От общества От общества От общества Будьте добры Покиньте помещение Вас просят все И Нет И Значит Попросите Присутствующих Сотрудников милиции Пусть они придут И разбирают Не надо говорить что делать Покиньте пожалуйста Я вам сказал Молодой человек Покиньте помещение Молодой человек Вы скажите чей-то заказ скажите Чей заказ? Алло На Пионерскую 9 Могу показать На Пионерскую 9 Я вызывал следственную оперативную группу Пожалуйста Можете обеспечить Мне Причем здесь я Пусть работаю Чем я вот Фактически А вы не мешаете Тут вы все сидите А я не знаю С какой вы целью здесь Вы глупы Сейчас аргумент ставите А? Ну это со слов их Уважаемые граждане Давайте будем Ценить Общество Гласность Публичность И европейские ценности Начнем дальше по процедуре Все считать Подчитывать Я не думаю что я тут один Против вас могу Что-то такое сделать С чем вы бы не справились Со мной Я предлагаю Вот мне интересно Почему только вы Тут командуете Он не командует Мы тут Только один человек Именно за всех Сразу одним словом Говорят Вы проголосовали Вы что плохо видите Вас и пока Мы можем для вас Для вас Как же для классности Еще раз переголосовать Не 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 Вы скажите Вы скажите Вы компетентны Рассматривать Такой вопрос Я журналист Я предоставил паспорт И по свечению Какой Статью Какой Какой Все хорошо Милиция Меня привлечет к ответственности Я согласен А почему вы сейчас задерживаете Я не задерживаю Работайте Я не понимаю Почему вы не работаете Потому что вы пришли По же времени Которые должны были прийти Я пришел вовремя Я вовремя пришел Кто из вас Я стоял Я не курящий вообще Я по телефону стоял В холле разговаривал И все Я зашел Я зашел А почему другие Наблюдатели приходят Регистрируют Ну кто-то за полчаса пришел Кто-то за несколько минут пришел Кто-то тут полдня Наверно Алло Да Вбирательный участок Закрываете Все Практически 100% Присутствующих Это Настаивают На то Чтоб я покинул Помещение 312 Уже Уже проголосовали Они все Я конечно извиняюсь Вот именно Реально все Человек 50 Ждут когда я уйду И не начинают Дальше работать Законом Предусмотрено Что журналист Имеет право Находиться Все Никакого времени Не рекламировано Законом Как вы проникли После 8 минут Часто Впроводите Этот Представьтесь Алексей Владимирович Жариков Жариков Какой канал Газета Выдания Любимый город Одесса Товарищ Жариков Можно удостоверение Да Любимый город Одесса Запишите Хотя там записали Я показывал удостоверение Я показывал удостоверение Я показывал удостоверение Я и паспорт давал в руки Любимый город Одесса Любимый город Одесса Да Посвященный номер 51 Алексей Владимирович Номер 51 Есть еще предложение Давайте если такое это Ну поставим там пару наблюдателей Давайте оставим Уже начнем Ну сколько мы поможем Нет Ну нет А почему Ну на каком на поводу Что я плохого Негативного Отрицательства Я зашел фиксировать Я заявил У меня взяли паспорт Посвичи Пошли регистрировать Меня записали в лист Вас не записывал никто Хорошо Никто у вас ничего Записывали Вы что думаете Я слепой? Да Все говорят Комиссии Нас все наблюдают В голосовании Уходим Есть еще Вышестоящая Избирательная Это Не избирательная Комиссия А может так и вы проголосовали Сейчас протокол Если Вышестоящая комиссия Сейчас позвонит Приморского района И скажет Что нельзя Журналистам находиться Придется починиться Но я уверен Что они этого Не подтвердят Вы понимаете В чем дело Я знаю Что я не нарушаю закон Вот в чем дело Я же не просто так Ну что Я вам предоставил документы Так вы сами Отказываетесь Регистрировать Молодой человек Вы пришли После восьми часов Где написано Кто вам сказал Что я пришел Вы поверили вот этому человеку Это официально Работает До 21 Вы пришли После восьми Запрещено Принимать Граждан Все Милицию Давайте милицию Если я нарушил Милицию Все Я буду отвечать По закону Я буду отвечать Глава комиссия Вы теперь уберите Я вызвал Я вызвал В слух вам Кто я Что Показал удостоверение Всем Что значит Прекрасно Вы пришли Спорт Рунки Но вы пришли Позже Я пришел Я пришел Вовремя Я пришел До восьми часов Восьми часов Вы Ваши Милиция Видела Что видел Как я заходил Милиция Видела Он Видел Как я пришел А не позже Вы пришли Позже Вы зафиксировали Время Несколько людей И вы хотите Один доказать Некравду Я вам еще раз говорю Ни один закон Он не предусматривает Что А чем вы сейчас Рекламентируете Где это сказано То есть вы сами Так решили Вы Оперируете законом И все Вы не зарегистрированы Находите здесь Несанкционированы Урны Вскрываться не будут Вы Посторонний человек На участке Все А такое слово В законе есть Вообще Посторонний человек На участке Это Демокония А я Я не Не избиратель Пожалуйста Я не избиратель Скажите У вас есть возможность Позвонить в высшую территориальную комиссию Я могу вам просто сказать Что не все вопросы могут решаться комиссия Допустим Протянут ли там Еще одно освещение Столбов Ну вы не можете это решать То же самое Как и У нас тут тоже Тридцать человек Мы можем проголосовать Чтобы он остался Или всем Выдать айфоны Бесплатно Не все же вопросы Вы в рамках комиссии Можете Решение Принимать У нас У нас тут Люди решают место Закона Давайте Переголосуем Тогда Как что А такой вопрос не ставить А кто вы Приглашает Переголосовать Кто хочет Переголосовать Кто хочет Переголосовать Я прошу прощения, такие вопросы не рассматриваются комиссией. Давайте гламинат поменяем, он плохой. И переголосовать. Кто хочет переголосовать? Руслан, один. Два. Кто против того, чтобы переголосовать? А нас кто-то спрашивает? Один. Члены, мы перестали в гости. Алло. Вы наблюдаете. Я прошу прощения. Уважаемые члены комиссии, некоторые вопросы вы, наверное, не можете рассматривать. Вы можете их в рамках вашей деятельности, а не присутствовать, либо не присутствовать в журналистах. Вы положите паркет или поменяли номинат. А почему вы не помешаете? Я прошу прощения. Я прошу прощения. А почему вы показываете? Ну его пустил милиционер, он сам говорит. Хорошо. Он посторожно. Там открыто будет. Да запишите меня. А где это написано, что нельзя? Где написано? Покажите мне закон, где это написано. Скажите, а то, что вы проголосовали, вы где-то уже отобразили это? Просто пока нету бумаги ее обжаловать. А что тогда, наблюдатели не любят или что? Давайте будем сидеть втыкаться. Чем человек мешает, в конце концов? Поставьте тут 20 человек рядом. А кто вам такое сказал? Почему вы сами решаете? Есть верховенство права, а не вы здесь являетесь конституцией. 34-го избирательного. Ознакомьтесь с ней. Да. Я могу вам показать. Могу показать. Да я вовремя пришел. Вовремя. Не вовремя вам сказал только один мужчина. И вы все поверили в это. И цифру он 8 минут придумал. 8 минут придумал. Законом я вам говорю еще раз. Не предусмотрено 20 либо не 20. Какой закон? Там где-то не написано показать? У меня такого закона нет. Что я имею право здесь присутствовать, я вам покажу. Из какого времени? Там в статье ничего времени не написано. 34-я статья. Право присутности на заседание выборчей комиссии. 5-е представники засобов массовой информации. Вы можете, я вас могу попросить, чтобы вы исполнили статью 34-ки. Пункт 5. Главное. Да, но руку вы поднимаете. Вы не главное, вы слушаете кого-то. Вы только законом должны руководствоваться. Там написано, что я имею право присутствовать. Все. Тут нету никаких ограничений. С ногой я, с двумя руками, с двумя ногами. Или там на костылях, на коляске. Вот это золотой человек, я пришел только что. Я думал, что он пришел поздравить. Могли бы вы прийти? Так мог я прийти в 8 утра. Мог в 12 дня. Так я пришел тогда, когда у меня получилось. Посмотрите, 5 человек. Это что? 85-е. То было право присутности на комиссии. 34-е. 85-е. Организация и порядок голосования. Пункт 12. Пункт 12 прочитайте. Хотя, вот какое я имею отношение к организации и порядку голосования? Это лично к вам относится, но никак не ко мне. Скажите, где здесь написано, что мне запрещено приходить? Так, ты открываешь дверь? А вот. Сколько времени было тогда? Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. А как это не надо? Я ее уже вызвал. Я вызвал милицию. Ну так в чем дело? Еще раз, давайте к 12 пункту вернемся. Где здесь написано, что мне запрещено находиться? Я не против. Мы можем все сейчас прочитать. Да уже все наблюдатели хотят, чтобы ты остался. Все хотят посчитать. Не разобрались сначала и все. Уже пустили, попал и все. Уже пусть проходят в милицию. Давайте найдем в законе, где написано, что выборы могут признаться недействительные. В случае, если там находится незарегистрированный журналист. Видите, сейчас это будет до четырех раз. Нет, ну просто там есть такое мнение. Значит, нужно его найти в законе. Да бред это все. Начинается. Один человек, что помешает, я не могу понять. Вот давайте его барьеры построим. Не надо никаких барьеров. Нет. Препятствия журналистской деятельности, это уголовно наказуемое деяние. 171 статья Уголовного кодекса. Под препятствием подразумевается любое втручание, любое деяние. Даже если вы вот так вот будете держать. У него акта не было. Ну давайте так, давайте. Корешки сейчас. На ровном месте. Давайте не будем препятствовать. Кто снимает, кто не будет его мешать. Потому что в законности его не было. Не, ну что это значит? 34 статья мне разрешают тут находиться. Уже нет права выпускать никого. Уже нет права выпускать никого. Чтобы вы понимали, вы пользуетесь несовершенствовым законом. И очень умеем. Угу. Все зарегистрировал. Будем начинать работать дальше. Конечно. Номер 4. Хорошо. Номер 3. Хорошо. Номер 4. Хорошо. Здесь четыре кг… Номер 5. Номер 5… Cole Jezus,